Приветствую! Давно вы меня тут не видели, согласны? Сегодня я с вами хотела бы поговорить и рассказать вообще о своих привычках, которые, наверное, больше всего изменили мою жизнь, по крайней мере, в последние года два или даже год, и которые прочно вошли в мою ежедневную рутину. Ну, наверное, самое главное, что я усвоила для себя, так это то, что романтизация жизни — это круто, потому что это мотивирует меня видеть вообще красивые вещи во всем, что меня окружает, будь то природа, когда я гуляю, или просто маленькие декоративные штучки на моем столе. Я все это обустраиваю так, для того, чтобы все, что меня окружало, мне очень нравилось и поднимало настроение. Это действительно работает. Например, когда я крашусь, я также люблю рассматривать свою косметику и просто ощущать комфорт, нанося любимые средства на свое личико. И просто ощущать себя более женственно, более такой красиво, утонченно, и когда я наношу косметику, делает мой день. Я просто чувствую себя свежее. Магияж готов. Также мое настроение очень зависит от украшений, которые я надеваю на себя. Как вы можете заметить, и достаточно много, то бишь сережки, браслет, колечко. Это даже не вся ювелирная продукция, которая у меня имеется, которую я ежедневно ношу практически. Далее. Одежда. Я думаю, это общеизвестный факт, что одежда это как глаза, зеркало нашей души, нашего внутреннего мира. Потому что те цвета, в которые мы одеваемся, мы показываем себя, мы самовыражаемся. Так я, например, обожаю Трианскую эпоху и винтаж. И как-то пытаюсь сочетать вещи с 90-ми или 2000-ми, которые тоже сейчас разнятся друг с другом. И получать вот такие прелестные наряды. Смотреть фильмы, сериалы и читать также стало моей ежедневной привычкой. Читать. Кто бы вам что ни говорил, это правда очень полезно. И делает человека более образованным и грамотным. Это ставит его речь и просто расширяет кругозор. Читая даже сказку, допустим, человек узнает что-то новое и может этим поделиться с другими людьми. Недавно я прямо очень сильно упреклась с зарубежной литературой, а также литературой, посвященной актерскому мастерству. Так как я увлечена кинематографом и собираюсь идти на киноактрису. Что насчет фильмов и сериалов? Я как киноман, как вы могли уже давным-давно заметить, обожаю это дело. И тут главное найти тот жанр, который вам будет по душе. Кинематограф огромен, поэтому там огромное-огромное величественное количество различных жанров, видов искусства, которые могут вам понравиться. И которые будут доставлять вам удовольствие. Как я уже упомянула ранее, я люблю викторианскую эпоху. Поэтому такие фильмы, как Джейн Эйр, Эмма и сериалы Бриджертон и Корона являются идеалом для меня. Сейчас, например, я смотрю Бриджертон. Очень классный сериал. Очень классная атмосфера. А также советую смотреть такие фильмы в оригинале, потому что английский акцент... О, thank you so much for your visit. Прогулки. Просто посмотрите. Солнце. Вот кто может сидеть дома, когда такое солнце выходит на небеса? Просто. Там еще ни одного облачка нет. Так почему мы должны сидеть дома и не выходить даже на прогулку с самим собой? Это же так классно. Да, если у вас нету компании, с кем сейчас погулять, ну просто выйдите и освежитесь. Это так классно. Все, лето 22-го года я провела на улице. Я гуляла практически каждый день. Или хотя бы выходила на минут 15, потому что это... Не передать словами, как освежать человека. Даже отсюда я слышу вот этот свист птичек. Сейчас пойду гулять после съемок этого видео. Тут очень классно. Боже мой. Ну да, грязь. Да, грязь. Запомнила Уги. Мои любимые. И я иду гулять. Просто посмотрите. Поэтому я очень люблю гулять. Что очевидно. И даже одно. Это очень классно. Очень. Мне очень нравится играть. Гулять одной. Я немного замерзла. Честно. Небо вообще безоблачное. Незидимое облачко. Как классно. И за вот такими бетонными многоквартирными домами скрывается вот такой прелестнейший просто пейзаж леса. Куда мы сейчас и пойдем. Дошли. Посмотрите. Ой, я сейчас провалюсь в снег. Мамочки. Промощила Уги. Ну ладно. Зато какой пейзаж. Просто посмотрите. Весна. Просто чувствуется запах весны. Ну что за день такое? Ну что за день такое? Ну что за день такое? Это приключение с Алиной. Мне все равно, что кто-то что-то думает. Вот. Здесь я хоть стоять. Нахуй. Жесть тут высоко. Хоть бы не упасть. Просто. Просто лес. Осталось. Шесть. Шесть. Ах, солнце в глаза! Просто посмотрите! Какая красота! Там лечится налет! Куда, интересно, летят? Летом тут вообще всё по цвету, всё зелёное. Я обожаю это место. Но очень грустно, что вон там, вон где-то банки, бутылки. И всё это... Это же не исчезнет. Это будет загрязнять нашу природу. Грустно. Ну, ладно. Наслаждаемся пока тем, что есть. Тут ещё тропинки нету. Тут, смотрите, мостик какой. Весна! 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 Ну, конечно! Ну, конечно! Конечно! Спасибо! Спасибо! Это сделало мой день. Ещё одна очень важная привычка, которая плотно вошла в мою ежедневную рутину, так это спорт. Любые занятия спортом, то бишь танцы, пробежка, гуляния, я не знаю, силовые тренировки. Мне они помогают лично отвлечься от стресса, который в моей голове, или от того, что в принципе происходит в моей жизни. И просто насладиться тем, что я делаю. Наверное, всё, что я сейчас перечислила, очень перекликается с моей короткометражкой. Если вы её ещё не смотрели, пожалуйста, где-нибудь здесь вот выплывет вот эта вот табличка, пожалуйста, смотрите. Я буду очень рада, если вы оцените, потому что я над ней старалась месяц. Придумала всё я сама. Естественно, самая большая моя привычка, наверное, одна из самых больших, это изучение языков. Это также очень эффективно, как и чтение, потому что вы узнаёте что-либо новое. И это даёт вам огромную возможность общаться с другими людьми в других странах. Это даёт возможность проще путешествовать. Это тоже, кстати, повод похвастаться перед друзьями своими навыками. Я надеюсь, что вы немножечко замотивировались сами себя после просмотра данного видео. Если вы досмотрели до конца, то поставьте лайк, подпишитесь, колокольчик, всё такое. Буду очень сильно благодарна, потому что старания должны быть оценены в любом случае. Я не сомневаюсь в том, что вы хорошие, красивые и добрые люди. И всем добра и позитива! Люблю вас и обнимаю!